Крупные административные штрафы, долги за избирательную кампанию и три уголовных дела. С таким нелегким багажом вышел из КПРФ Андреев Танеев. Примерно в такой же ситуации его бывший соратник по партии, а теперь коллега по несчастью Евгений Максимов. Напомним, что выборы эти кандидаты в областную думу провели в изоляторе временного содержания. Помощи от партии так и не дождались. Лидер обкома Владимир Кленов адвоката в течение нескольких дней не предоставил. Проблемы задержанных решали их жены. У меня безусловно есть обида на первого секретаря обкома Кленова, что он не помог нам в этой ситуации, не смог. То ли он пребывал в прострации, то ли это... Я считаю, мое мнение, что человек находится не на своем месте, это не лидер партии. И Автанеев, и Максимов написали заявление о выходе из партии. И теперь готовы рассказать всю правду о работе красных в нашем регионе. Коммунистам в областной думе 6-го созыва досталось два мандата. Один у лидера обкома Владимира Кленова, другой у Сергея Нациевского, челябинского предпринимателя. По словам Автанеева, место свое в списке Нациевский купил более чем за 3 миллиона рублей. У нас фракции совершенно не рабочие. То есть я надеялся, что пройдет Наталья Ивановна Ковалева, надеялся, что пройдет Дмитрий Иванович Соломатин. Те люди, которые имеют возможность работать с думскими документами. Ни Нациевский, ни Кленов этим заниматься не будет. Это я лично спрашивал у Кленова, будут наняты помощники, которые будут заниматься в думе думскими документами. После таких открытий и перспектив с партиями дело иметь не хочется, признаются спикеры. Пропадать они тоже не собираются. Автанеев, например, планирует примкнуть к гражданским активистам. На стадии формирования активного гражданского общества. То есть вы знаете наших активистов Ирину Мальцеву, Андрея Спиридонова, Аллу. Многие люди сейчас, ФАР у нас организация хорошо работает. То есть люди уже сейчас ищут правды формирования именно гражданского активного общества. Они сейчас сами бесплатно выходили наблюдателям на выборы. Они сейчас сами вели активную работу. Как минимум в ближайшие три месяца и Евгений Максимов, и Андрей Евтанеев будут заняты уголовными делами, которые против них возбуждены. Кстати, адвоката в итоге им придется оплатить из своего кармана. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.